До уплаты налогов остаются считанные дни и мы решили заглянуть в Дмитровскую инспекцию Федеральной налоговой службы. В этом году срок оплаты налогов за 2017 год установлен до 3 декабря. Физические лица должны оплатить три налога – земельный, имущественный и транспортный. Налог на имущество рассчитывает налоговый орган, после чего направляет по адресу места жительства налоговое уведомление. В нем содержится информация об объекте налогообложения, размере налога, сроке его оплаты. Налоговые уведомления направляются в период с апреля по ноябрь, но не позднее, чем за 30 дней до наступления даты платежа. Многие владельцы недвижимого имущества до сих пор не получили уведомления из налоговой службы. Однако это не повод для неоплаты налога. С 1 января 2015 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому налогоплательщики в случае неполучения налоговых уведомлений обязаны самостоятельно сообщать в налоговую инспекцию о наличии у них объектов недвижимого имущества, а также транспортных средств. Налогоплательщики, физические лица уплачивают налог на основании налогового уведомления, направляемого налоговым органам. В 2018 году налог подлежит оплате не позднее 3 декабря текущего года. Печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется в централизованном порядке ФКУ Налогсервис Федеральной налоговой службы. Если налогоплательщик имеет доступ к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц на сайте Федеральной налоговой службы и не направил в налоговый орган уведомления о получении налоговых документов на бумажном носителе, то данное налоговое уведомление будет передано налогоплательщику в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Если все же налогоплательщик не получил налоговое уведомление, он может обратиться в налоговый орган лично, письменно по почте, либо также электронно через личный кабинет налогоплательщика физических лиц, либо через интернет-сервис обратиться в ФНС России для того, чтобы получить налоговые уведомления и платежные документы. Все большую популярность у налогоплательщиков набирает сервис «Личный кабинет». После регистрации физическим лицам становится доступна полная информация о налогообложении в системе начисления налогов. Льготные категории граждан смогут узнать все новости о льготах и оплатить налоги из личного кабинета. Налогоплательщики на данный момент очень активно пользуются личным кабинетом. Для того, чтобы получить доступ в личный кабинет, налогоплательщику необходимо обратиться в любой налоговый орган с паспортом для оформления доступа к личному кабинету. В течение 15 минут налогоплательщику выдается регистрационная карта, в которой указан логин и пароль для входа в личный кабинет. Федеральная налоговая служба напоминает, что в случае нарушения сроков оплаты налогов будет начислено пение за каждый календарный день просрочки в размере 1,03 от действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Кроме этого, налоговый орган может направить работодателю-должника уведомления о взыскании задолженности за счет заработной платы, а также наложить ограничения на выезд за пределы территории Российской Федерации. Кстати, в этом году Дмитровская налоговая инспекция собрала имущественного налога на 17 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. С земельным дела обстоят еще лучше. Его собрано на 49 миллионов рублей больше по сравнению с прошлым годом.